Около ста машин с землей приезжают на озеро Дикой Утки ежедневно, говорят местные жители. Они же подняли вопрос, откуда этот грунт берут. Кучи земли растут возле водоема, как грибы после дождя. К тому же появился и новый мусор – строительный. Таких куч кирпичей несколько. Расположены они как на территории заправки, так и в самой рабочей зоне. По словам прораба, все это части рынка, который раньше стоял в Канищево. Никакой информации, что за работы проводятся, нет. Почти все работники давать интервью отказываются. А мужчина, представившийся управляющим, рассказал, что таблички информационные ставили дважды, но их срывали. Он добавил, что на этих же табличках сказано, что озеро – частная территория и проход сюда запрещен. Но рядом с водоемом похожей информации не размещено. А по поводу работ мужчина сказал просто. Все официально. Здесь частная территория, идет отсыпка территории. Мужчина не сказал названия своей организации, сославшись на то, что слов в нем слишком много. Имени хозяина территории оглашать тоже не стал. Обмолвался лишь, что ему принадлежат все 46 гектаров, то есть сразу несколько озер. Здесь были поля сельхозназначения. А конический колхоз развалился. Построили вот эту дорогу. Здесь все заболотилось. Теперь это болото. Дикая утка – это так кто-то название такое придумал. Все, теперь его уже сняли, его уже нет в интернете. Здесь рыба и вода отравлены. Вон там протекает ручей, там пол таблицы Менделеева. Очевидцы сообщают, что уже уничтожили заросли тростника. Сейчас под удар попали места гнездования чаек, как обычных, так и редких видов. А для чего? Что здесь будет дорога, дом? Нет, дороги здесь не будет. Скорее всего, здесь будет промышленный зон. Ага, то есть какой-то завод, возможно? Возможно, да. Законы строительных работ оспаривают экологи. Существует федеральный закон, говорят они, о создании зеленых поясов, скелета, вокруг которого можно строить здоровый климат. В зеленый пояс региона входит около 1200 участков, включая и этот. Я разбирался с этим. То есть я смотрел карту, в зеленый пояс в эту территорию попадает. С моей точки зрения, это нарушение федерального закона, потому что, ну, если мы так с лесопарковым поясом зеленым будем распоряжаться, ничего не останется. Там есть такая статья, это нарушение экологической основы территории. На место работы уже приезжали сотрудники природоохранной прокуратуры вместе с органами контроля и представителями различных организаций города. Результаты проверки были направлены в Министерство природопользования. Наша телекомпания отправила официальный запрос. Мы будем ждать комментарий от ведомства. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.